Мужчина? Здравствуйте. Утро новой рабочей недели в общественном транспорте города начинается с проверки. В Самаре продолжает действовать масочный режим и контроль за его соблюдением с начала октября усилен. Если раньше нарушителей просто высаживали, теперь им грозят реальные штрафы. Вместе с правоохранителями на проверки выходят дружинники и сотрудники департамента транспорта. Только в редких случаях, когда человек по каким-то причинам категорически отказывается ее надеть, тогда мы прибегаем к помощи сотрудников полиции и составляем на него протокол. Хочется напомнить, что штраф по статье 20.6.1 составляет до 30 тысяч рублей на нарушителей. Ну и в первую очередь тут, конечно, нужно думать не о штрафах, а о том, что поступки людей, которые по тем или иным причинам не надевают маску, могут стоить кому-то здоровья, а может быть даже и жизни. С начала октября составлено 15 административных протоколов на людей, которые категорически отказывались надевать маску. Пассажиров без индивидуальных средств защиты продолжают высаживать из общественного транспорта. С начала октября было порядка 200 таких случаев. Особое внимание и к сотрудникам транспортного предприятия. Водители-кондукторы должны быть в масках и перчатках. В салоне каждого транспортного средства висят информационные листовки с контактами, куда можно обратиться в случае, если наш сотрудник, то есть водитель трамвая-троллейбуса, либо кондуктор не соблюдают масочный режим. Соответственно, к этим сотрудникам будут приняты административные менты. Также в самарских трамваях, троллейбусах и автобусах регулярно проводят дезинфекцию. Обрабатываем все поверхности соприкосновения с пассажирами. Это терминалы, поручни, двери, сидения. На предприятии закуплено достаточное количество защитных средств. Все наши сотрудники, это кондукторы и водитель, выходят в рейс с защитными средствами. По поручению главы города Елены Лапушкиной, контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте организуется в утренние и вечерние часы. Для наибольшего охвата подвижного состава количество рейдовых бригад увеличено втрое. Статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самаре пока на спад не идет. Городские власти подчеркивают, в сложившейся эпидемиологической ситуации главная цель проверок не столько наказать, сколько обезопасить горожан и убедить их использовать средства защиты, чтобы избежать заражения. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.